Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Кормили обещаниями, переселяли в деревни и оставляли у разбитого корыта. В регионе возбуждено уголовное дело о махинациях, связанных с продажей недвижимости. По версии следствия, 50-летний мужчина в сговоре с группировкой убедил 42-летнего неработающего гомельчанина продать квартиру и переехать в сельскую местность. За смену жительства махинаторы обещали доплатить. Но вместо благоустроенного небольшого домика мужчина стал собственником заброшенного строения в Реческом районе. Обвиняемыми по данному факту признаны пять жителей областного центра. Их фотографии вы сейчас видите на своих экранах. Двое из них засветились еще на одной махинации. И у следствия есть основания полагать, что обвиняемые могут быть причастны к другим преступным эпизодам. Просьба гражданам, которым известна информация о противоправных действиях данных лиц, обратиться в управление Следственного комитета лично или по указанному телефону. В Чечерском районе у распространителя наркотиков при обыске нашли 80 патронов, приспособления для стрельбы и часть взрывателя от гранаты. Прежде чем добраться до сбытчика марихуаны, гомельские таможенники совместно с сотрудниками МВД задержали в гомеле 29-летнего мужчину с наркотиками в карманах. В ходе дальнейших следственных действий удалось установить продавца конопляного вещества. Им оказался 25-летний житель Чечерского района. Молодой человек сам признался, что продает наркотики и сдал оперативникам имеющиеся у него 150 граммов марихуаны. При обыске его дома сотрудники милиции обнаружили и незаконно хранящийся арсенал. Было установлено наличие большого количества патронов для различных образцов оружия, а также взрывателей для гранат и другие части оружия. По результатам двое граждан задержаны. В настоящий момент проводится экспертиза, а также дальнейшие следственные и оперативно-развитебные мероприятия. Продолжение темы. Успешную операцию по выводу из незаконного оборота крупной партии боеприпасов провели оперативники Жлобинского РУВД. У правоохранителей имелась информация о возможном хранении в одном из домов Жлобина боеприпасов к охотничьему оружию. С обыском они приехали к 72-летнему россиянину. В результате обнаружили и изъяли более 6700 патронов, а также почти 17 килограммов пороха. Стоит отметить, что мужчина имеет право заниматься охотой, приобретать и хранить боеприпасы, но только на территории Российской Федерации. На протяжении последних лет он привозил арсенал небольшими партиями и складировал в частном доме на территории города Жлобина. В последующем патроны и порох реализовывал местным охотникам. В настоящее время материалы проверки переданы в Жлобинский районный отдел Следственного комитета для дачи правовой оценки. Гомельская областная инспекция по охране животного и растительного мира продолжает масштабную кампанию по изъятию браконьерских сетей. Гражданам предлагается добровольно сдать цветной арсенал, тем самым освободив себя от административной ответственности. На сегодняшний день участниками природоохранной акции стали семь жителей региона. Они сдали свои сети общей длиной около километра. Компания проводится в стране впервые, продолжится до середины мая. По вопросам сдачи сетей обращаться можно в межрайонные инспекции или Гомельскую областную. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.